добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить об отверженности сегодня короткая такая формулировка второго этапа или второй фазы отверженности это игнорирование церковь это то место в котором тебя просто должны принять потому что не от нас зависит быть ли тебе здесь или не быть это решает господь бог прилагает спасаемых церкви и возможно эти спасаемые нам не будут нравиться возможно это те люди которые ну неприятны нам или даже мы находимся с ними в состоянии какого-то определенного конфликта но еще раз хочу повторить друзья это не нам решать будет ли этот человек в церкви в нашей церкви в нашей общине или нет и поэтому люди попадая в нашу общину могут встречаться с игнорированием особенно когда речь идет о больших церквях которых особенно когда речь идет о больших церквях которых достаточно много людей и поэтому проигнорировать пришедшего человека достаточно просто. Мы с вами живем в обществе, в котором зачастую мы не знаем имен наших соседей по лестничной площадке. Мы живем в церквях, в которых мы знаем только ближний круг, то есть тех людей, которые в ближнем, в зоне видимости, если так можно выразиться. Мы не знаем всех, и по большому счету в большой церкви знать всех невозможно. Поэтому игнорирование, вот это действие духа отверженности, оно имеет почву, такую достаточно хорошую, удобренную почву. Именно по этой причине мне кажется, что маленькая община более приемлемый вариант. Я уверен в том, что чем, пусть лучше будет тысяча общин по 20 человек, чем двадцатитысячная церковь. Я сейчас говорю ни о структурах, ни о каких-то возможностях управления и функционирования церкви. Я сейчас говорю о предотвращении вот этого игнорирования. Человек со своими проблемами зачастую сталкивается сам. Но когда речь идет о духовных проблемах, когда речь идет о душевных проблемах, когда речь идет о каких-то болях сердца, игнорировать гораздо легче, потому что признаков не так много. И мы слышим призывы к общению, мы слышим призывы к дружбе, но она не демонстрируется, и все остается на словах. Поэтому чем в большей мере мы с вами имеем общение друг с другом, чем меньше мы игнорируем каждого человека, который приходит в нашу жизнь, тем меньше места мы оставляем для действия духа отверженности. Если вы возьмете в вашей жизни определенный принцип, который в моем понимании звучит так. Абсолютно каждый человек, который пришел в мою жизнь, встретился, это человек, которому я должен служить. Никогда не проходите мимо. И вы просто пресечете действие этого духа.